Христианские свидетельства. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Это обзорный пост на плейлист, рубрику подкастов на тему «Христианские свидетельства», в которой я собираю свидетельства христиан о том, как Бог действовал в их жизни. Все это живые свидетельства в современное время. Этим плейлистом я хочу сказать только одно, что Бог и сегодня действует на земле, среди людей и, в частности, христиан. Как было и во времена Первой Церкви, так и сейчас. Время идет, но Бог, Иисус Христос и Дух Святой все тот же. Чьи свидетельства попадают в эфир? Я собираю свидетельства, во-первых, христианские свидетельства тех, кто окружает меня в жизни, моих братьев и сестер. Во-вторых, тех, кто хочет поделиться рукой Бога в своей жизни, и засвидетельствовать на широкий круг слушателей. А интернет дает широкие возможности. Если вы пережили Божью руку в своей жизни, а это благодать, исцеление, чудеса, знамения, сновидения, введение от Бога, и хотите об этом рассказать всему миру, добро пожаловать, я в этом помогу. Размещу их для широкого круга людей. Конечно, немного добавлю и поставлю в своем формате. Как? Послушайте и посмотрите. Если вам понравится, то передайте мне файл по мессенджерам. Об этом дальше в подкасте. Зачем они нужны? Помните, в Слово Божье написано, в книге Откровения, 12 глава, стих 11. «И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Кровью Агнца мы получили спасение через веру в Иисуса Христа, через его жертву. Словом свидетельства своего, вашим словом, его победа в вашей жизни, вашим рассказам, что Бог сделал в моей, вашей жизни. Подписывайтесь на канал. Нас ожидает еще много увлекательного в жизни с Богом сегодня. в современном мире. Ведь Бог до сих пор любит нас. Пока есть время. Иисус Христос есть Сын Божий. Это нужно, во-первых, для нас с вами. Мы проповедуем Божью силу и благодать. Помните апостола Павла, когда он получил спасение и, пробыв несколько дней с учениками, пошел проповедовать, что Иисус есть Сын Божий. Откроем книгу Деяния, 9 главу, стих 19-20. «И, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в намазке. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Это книга Деяния, 9 глава, стихи 19-20. Мы своими свидетельствами тоже проповедуем, что Иисус есть Сын Божий. Укреплять веры других. Во-вторых, наши с вами свидетельства помогают и укрепляют других, братьев и сестер, в трудные моменты. В-третьих, ваше свидетельство поможет тем, кто еще не получил спасение. Поможет увидеть Бога и Его руку в современной жизни. Вы нужны Богу сегодня, сейчас. Ваши свидетельства нужны Богу сегодня, сейчас. Кто может дать свои свидетельства? Вместе с тем, кто может давать свое христианское свидетельство? То мы возьмем пример Савла, апостола Павла. Прочитаем немного Деяния апостолов, 9 главу, стихи 17-21. Анания пошел и вошел в дом, и возложил руки на него, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала с глаз его, и он прозрел, и встав, крестился, и приняв пищу, и укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он не Сын Божий. И все слышавшие удивились и говорили, не тот ли это тот это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя Сие? Да, и сюда пришел за тем, чтобы вязать и вести их первосвященникам». Это книга 9 глава, стихи 17 по 21. Во-первых, стих 19. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Это христиане, кто сейчас является частью живой церкви, то есть кто посещает церковь, собрания верующих, собрания святых, ученики Иисуса Христа. Во-вторых, стих 18. «И встав крестился», то есть те, кто в сознательном возрасте принял водное крещение. Как дети верующих родителей и в каком возрасте после принятия водного крещения? Как передать свое свидетельство? Для этого, во-первых, запишите свое свидетельство на телефон. Во-вторых, отправьте мессенджерам в группу «Познание свидетельства». Мессенджеры – это Viber, WhatsApp или Telegram. Все ссылки на эти группы для того, чтобы переслать свое свидетельство или слушать другие, есть в описании этого плейлиста и отдельно на главной странице блога. Просто запишите через микрофон то, что вы хотите нам рассказать и отошлите в группу. Там я ее возьму и, обработав, выставлю на странице интернета. Как слушать христианские свидетельства? Для удобства. Ведь свидетельство Бога – это не только исцеление. Будут тоже отдельные по темам и разделены хэштегами. Например, «Святелство христиан», «Познание исцеления», «Познание семья» и так далее. Это тоже в описании плейлиста и на главной странице блога в специальной статье. Также и внизу описание каждого подкаста. Задайте вопрос Богу, что я могу рассказать о тебе сегодня? Стоит отметить, мы много говорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.